Ну вот я, значит, объявил лекцию по поводу фрабельцевых многообразия. Это довольно-таки странный объект, выглядящий несколько, как некая экзотика. Он появился где-то в начале 90-х, как попытка осмыслить некие конструкции, которые возникли у физиков в так называемой топологической теории поля. Да, что-то... А почему? Может, потому что мокрое? Попробуй внизу. Да, вот здесь лучше. А то, что математики стали называть теорией инвариантов Громовый вид-то, на... С той стороны не пишет. Может, надо просто... Может быть, просто... Четпеть. Я попробую писать вот так покрупнее, может быть... Будет что-то видно. Но оказалось, честно, связано с целым рядом математических дисциплин. Но мне лично, поскольку я пришел, как бы, со стороны теории интегрируемых систем... Эта сторона была, казалось, наиболее привлекательной. И даже сейчас, в общем-то, и остается. Те же самые пробеевые многобразия оказались связаны с теорией группорожденных отражениями. Ну, связаны с целым рядом других математических дисциплин, вплоть до уже вещей, я бы сказал, сугубо прикладных. Ну, в своих лекциях я постараюсь... Конечно, невозможно обо всем рассказать за три лекции. Но я, конечно, постараюсь дать определение точное и ввести основные геометрические объекты, которые связаны с так называемыми фрагментами с многообразиями. Давайте уж на этой стороне доски напишу. Здесь тоже, чтобы не очень пишет. Дам основные определения и веду основные геометрические конструкции. После чего я в основном сосредоточусь на связи фрагментами с многообразиями с группами, порожденными отражениями. Это же такая важная геометрическая объекта, и более точно с конечными группами Кокстера. Все вот эти, на самом деле, все вот эти три основные линии исследований, которые приводятся к многообразиям, они, честно, между собой связаны. Ну вот, если говорить об инвариантах Громом Виттона, почему они имеют отношение к интегрируемой системе? Да потому что некие производящие функции, инварианты Громом Виттона, они, оказывается, что совпадают с тау-функциями, так называемыми тау-функциями интегрируемых систем. Связь между интегрируемыми системами и группами, порожденными отражениями, по крайней мере, для частного случая групп Вайли, это, в общем, то, что давно еще возникло в так называемой конструкции Дринфельда-Соколова, которая позволила, в которой появилась впервые глубокая связь между интегрируемыми системами алгебра Мюлли, простыми алгебрами Ли, точнее, и группами алгебрами Кацамули. Связь между инвариантным Громом Виттона и группами, ну, не совсем группами, порожденной отражением, но объектами довольно близкими к ним, это вот то, что проходит через так называемую зеркальную симметрию, это миросимметрия, что же называется. Ну, вот об этом, это я, так сказать, упоминаю вскользь, конечно, ничего я об этом, об этих связях не сумею рассказать, но если так пытаться, все-таки, все-таки буду пытаться, чтобы мой краткий курс лекции был бы самозамкнутым, то есть никаких особенно специальных знаний я не буду предполагать, но, может быть, немножко дифференциальной геометрии в какой-то момент будет полезно. Вот. Ну, давайте я начну, во-первых, с основных определений, которые будут, ну, сначала совершенно элементарные определения. Какие же, значит, элементарные определения? Чисто алгебраические. Во-первых, определения алгебры. Что такое алгебра над каким-то полем? Ну, у меня все алгебры, в основном, будут над полем комплексных чисел. Это есть линейное пространство. Пространство, скажем, В, В, в котором имеется структура, значит, коммутативного, давайте я буду говорить только о коммутативных алгебрах. Коммутативно-ассоциативно- Умножение с единицей. Для которого еще выполняется свойство, оно должно быть согласовано со структурой линейного пространства. И главное условие, это то, что, если мы возьмем линейную комбинацию двух векторов этого пространства, α-x плюс β-y, x-y вектор, α-β, комплексные числа, то получится то же самое, что α-x на z плюс β-y на z. Ну и то же самое по отношению, то же самое закон о дистрибутивности по отношению ко второму аргументу. Но поскольку мы предполагаем, что алгебры коммутативные, то уж это не нужно выписывать специально. Все мои алгебры будут конечномерными. Поэтому, если мы выберем базис Е1, Еn в пространстве В, то для того, чтобы задать закон умножения, достаточно задать таблицу умножения для базисных векторов. То есть, ЕiT умножить на ЕжиТ. Это снова вектор того же самого пространства. То есть, представляется в виде линейной комбинации тех же векторов. Поэтому можно написать сумму К от единицы до Н, С, И, Ж, КТ, ЕКТ. Где вот эти коэффициенты, координаты произведения двух векторов, ЕiT и ЖИТа вектора, будут называться структурными константами алгебры. Я вот, как это часто делается в дифференциальной геометрии, буду использовать правила, которые некоторые называют правилами Мейнштейна. И даже считаю, что это главный вклад Мейнштейна в математику. Были и другие, конечно, вклады. Правила суммирования по повторяющимся индексам. Я вот этот знак суммирования сотру. Но мы должны, конечно, все время помнить, что если два индекса появились дважды в одной формуле, один верхний, другой нижний, то по этим индексам нужно просуммировать от единицы до Н. Вот. Каким же условиям должны подчиняться эти структурные константы, если мы хотим получить коммутативную ассоциативную алгебру? Ну, во-первых, коммутативность, конечно, равносильна тому, что вот эти структурные константы симметричны по индексам ИЖИ. Это первое условие. Ну, а второе условие – условие ассоциативности. И оно мне будет играть, пожалуй, центральную роль. Условие ассоциативности. Что такое ассоциативность? Ну, все, наверное, помнят, что если мы перемножим три элемента алгебры А умножить на В умножить на С, то результат должен быть равен А умножить на В умножить на С. Но поскольку в силу дистрибутивности достаточно проверять это тождество для любой тройки базисных векторов. Напишу это один раз, а потом сотру. ЕИТ умножить на ЕЖИТА, а потом умножить на ЕКАТА. Должно быть то же самое, что ЕИТ умножить на произведение ЕЖИТА на ЕКАТА для любых ИЖИТА. Если мы теперь подставим, то получим вот что. Получим С, И, ЖИ, С на С, К, Л. Мы помним суммирование по дважды повторяющимся индексу С. Это в левой части. А в правой части получится С, ЖИ, К, С, С, И, С, Л. Вот это равенство для любых ИЖИ, К, Л ИЖИ, К, Л от единицы до Н равносильно ассоциативности алгебры. Ну, единица... Помним, что такое единица в алгебре? Это такой элемент, что на него... Чтобы не умножить, получается то же самое. Вот. Тоже нетрудно переформулировать. И... Это мы сейчас... Это я сделаю через минуту. Давайте введу еще одно определение определения фрабениусовой алгебры. Я сразу должен предупредить, что мы... Я использую этот термин чуть-чуть в нестандартной форме. Сейчас скажу, в каком именно месте. Фрабениусовой алгебре это для меня будет пара. Алгебра А. И вместе вот с такими угловыми скобками, которые будут не что иное, как симметричная. цепи линейная. Цепи линейная. Невырожденная форма. Форма на пространстве алгебры, которая должна быть эмбриантной. Эмбриантной. Я объясню. Но я думаю, не нужно напоминать, что означает билинейная, невырожденная, симметричная форма. Это стандартный объект линейной алгебры. А вот инвариантность, конечно, я должен определить. Что такое инвариантность? Давайте возьмем три элемента нашей алгебры. Тогда можно посчитать произведение А умножить на Б. Взять скалярное произведение с С. Должно получиться то же самое, что А скалярное произведение с БЦ. Для любых А, Б, Ц. Замечу, в чем же нестандартность моего того, как я использую, потому что, вообще говоря, таких форм, если есть одна такая форма, то, как правило, их есть много. Пару слов о происхождении термина Фрабениус в алгебре. Действительно, оно появилось, по-видимому, этот класс алгебры появился в работах Фрабениуса по теории представлений конечных абелевых групп. И простейший пример это есть групповое кольцо конечной абелевой группы. Значит, откуда появляется там скалярное произведение? Сделаем такое замечание, что вместо скалярного произведения можно поступить следующим образом. Рассмотрим такой линейный функционал, то есть омега элемент двойственное пространство со звездочкой, а именно омега от А. Это скалярное произведение А. Я буду использовать для этой билейной формы название скалярное произведение. Так вот, скалярное произведение с единицей алгебры. Вот, и тогда заметим, что значение этого функционала на произведение А умножить на Б, то есть чему равно Е скалярное произведение с А на Б, ну а в силу инвариантности это равно как раз скалярное произведение А, Б. Понятно. То есть можно вместо того, чтобы говорить, что у нас имеется симметрический инвариант на билинейной форме, можно сказать, что имеется такой функционал Омега, для которого вот билинейная форма определенная этим равенством, вот этим равенством этой формулы будет невыраженной формой. Тогда уж, конечно, она автоматически инвариантна. И вот на грубовом кольце конечно обелевой группы такой функционал это есть просто значение в единице. вот, ну, пожалуй, я на этом пока что достаточно по поводу алгебраической части. Ну, давайте теперь я уже смогу перейти к определению Робиниевских многообразий. Я начну даже не сказать не с определения его окончательной формы. я сначала пишу ввиду некое важное понятие так называемое уравнение ассоциативности, которое когда-то я обозначил таким сокращением WDVV это означает Виттен, Дайграф и два брата Верлинда у которых в работе это физики в работе которых это уравнение впервые возникло. Это уравнение возникает вот каким образом. Давайте искать семейство N-мерных коммутативных N-мерных фрабениусовых алгебр. алгебра именно N-мерное семейство то есть у нас алгебра будет зависеть от векторного параметра V Более того скалярное произведение не будет зависеть будет постоянным. Давайте я добавлю еще к моему списку единицу чтобы подчеркнуть что единица тоже будет постоянной. у вас векторная пространство постоянное умножение да будет меняться умножение да будет меняться умножение то есть я представлю смотрю это линейное пространство как пространство с базисом закон умножения таблица умножения как и раньше задается структурными константами но структурная константа будет зависеть уже от вот этого векторного параметра V главное условие это условие на эту зависимость которую сейчас я опишу во-первых в силу фрабенесовой алгебры в силу согласно определению фрабенесовой алгебры у нас возникает следующее симметричная таблица как говорят в дифференциальной геометрии симметричный тензор с тремя индексами е ит умножить на е жит скалярное произведение с е катем у нас возникает симметричная таблица конечно еще более простая просто матрица грамма скалярного произведения давайте обозначим эту матрицу сначала начну со второй матрицы обозначим эту матрицу это ижито это симметричная невырожденная невырожденная матрица постоянная матрица тогда как вычислить вот это тройной объект с тремя индексами давайте посчитаем это будет с и ж с умножить на е с скалярное с е к силу линейности по первому аргументу нашей формы это равно с и ж с это с к сумма по с этот объект симметричен только надо помнить о том что у нас структурная константа теперь зависит от v прошу прощения это не вставил так вот основное условие существует функция векторного аргумента v такая что что е и на е на е к равно третья производная это функция по по v и в ж и в к для любого и ж к от единицы до n Возникает вопрос, а можно ли взять любую функцию и получить такое семейство алгебр, которое просто определит структурные константы из этой формулы. Во-первых, давайте попробуем выразить структурные константы через третью производную. Это сделать нетрудно, потому что матрица эта и житая обратима. Давайте я введу еще один трюк, который часто используется в дифференциальной геометрии, так называемое поднятие и опускание индексов. Вот у нас есть матрица эта и житая. Давайте напомним, что это просто матрица скалярных произведений, матрица грамма нашей билинейной формы. Эта матрица не вырождена. Матрица квадратная симметрическая матрица размером n на n. Можно ввести обратную матрицу. Так вот, обратную матрицу. Матрица, вот у нас наша матрица эта. Это 2, 1, это 2n, это n1, это nn. Обратим эту матрицу. Обратная матрица будет обозначаться снова буквой это, но с верхними индексами. Это 1n, это 2, 1, это 2n, это n1, это nn. Такая немножко странная, но удобная система обозначений, которой я буду пользоваться. Так вот, значит, как же теперь выразить нашу структурную константу через третью производную? Ну, ясно, что поскольку здесь у нас имеется линейная комбинация структурной константы, а коэффициенты линейной комбинации матричной элементы матрицы эту нужно умножить на обратную матрицу. И мы получим C и ЖКТ от V и сумма элемента обратной матрицы умножить на третью производную нашу функцию F. Суммирование по G. Вот это первая важная формула, которая говорит вот что. Берем функцию F, гладкую функцию, разумеется, и даже у нас все функции будут аналитическими. Дифференцируем ее трижды по всем ее переменным. Потом берем постоянную симметрическую невыжеданную матрицу, это. И получаем вот этот набор, который должен быть набором структурных констант при любом значении. векторного параметра V, должен быть набором структурных констант коммутативной, ассоциативной алгебры. Давайте посмотрим, какие же условия должны быть наложены на функцию F. на функцию F. Но первое условие, условие, как мы помним, условие коммутативности. C, G, I, K, при любом V, должно быть равно C, I, G, K. И это, конечно, мы получаем задаром, потому что третья производная симметрична по отношению к перестановке любых индексов, в частности, по отношению к перестановке I, G. Так что это условие выполняется. А вот есть еще условие ассоциативности. Ассоциативность, которая, вообще говоря, не будет автоматически выполняться. Если мы подставим вот то, что я написал на той половине доски в начале лекции, то получим довольно сложную и громоздкую систему дифференциальных уравнений на функцию F, которые будут выглядеть так. Третья производная функция F по V, I, T, V, G, T, V, S, скажем. Это ST умножить на третью производную F по V, T, V, K, V, L. То есть двойная сумма уже по повторяющимся индексу S по повторяющимся индексу T равно тому же самому, где нужно переставить какие-то два индекса. Например, индекс I переставлен с индексом L. Для любых индексов I, G, K, L. Вот это и есть WDVV – уравнение ассоциативности. Ну, собственно, вот то, о чем я буду рассказывать, я буду рассказывать о том, какие у этих уравнений бывают решения. Я не буду особенно много говорить о построении общего решения. Это само по себе интересный вопрос, который в предположении так называемой полупростоты алгебры приводит к уравнениям типа Пенлеве и их обобщениям, то есть к уравнениям из-за огромной деформации линейных дифференциальных операторов с рациональными коэффициентами. Я буду восстановить говорить о частных решениях, но я должен оговориться, что нужно для того, чтобы получить… Я хочу еще усложнить немножко задачу, наложив дополнительные условия на функцию F. Добавительные условия. Так называемые условия – условия квазиоднородности. Квазиоднородности. Значит, это условие квазиоднородности говорит вот что. Значит, F у нас функция N переменных. Я давайте напишу переменные отдельно. V1, V2, Vn. Что такое однородная функция, напомню? Народная функция – это такая функция, что умножая каждую переменную на множитель, неналевой множитель, вся функция, скажем, лямбда, умножится на лямбда в некой степени. А квазиоднородность, если мы будем умножать каждый аргумент на разные степени, вот этого неналевого множителя, лямбда в степени D1, лямбда в степени D2, лямбда в степени Dn. Так вот, простейший вариант. Я потом позже дам уже совсем общее определение, но пока это некое упрощенное определение. Простейший вариант условий квазиоднородности – это то, что после такого умножения мы должны получить лямбда в степени некого, которая есть в степени функции F, умножить на F, V1, Vn. И вот это именно то условие, которое и делает всю историю весьма и весьма нетривиальной, ну и, я бы сказал, интересной. Есть интересные классы решений уравнения ассоциативности, для которых это условие не выполняется, но это наиболее интересно во всех задачах, о которых я упоминал вначале, ибо это варианты Громбо-Виттена и группы Кокстера, всегда это условие выполняется. – А D1, D2 и так далее – это какие-то фиксирующие? – Заданные числа, да. – Заданные числа. – То есть у нас задается функция F, которая должна подчиняться уравнениям ассоциативности, заданной симметрической невыразданной матрице – это задаются числа D, D1, Dn. – Целые, да? – Любые. Не обязательно целые. Даже в тех примерах, о которых буду рассказывать. Ну, это, конечно, зависит от нормировки. Ясно, что если мы все числа умножим одновременно на один и тот же фактор, то условие квазиоднородности сохранит. Когда я говорю, что в моих примерах они будут дробными, это означает, что моя нормировка почему-то дает дробные числа. – Можно и целыми. – Конечно, их можно умножить, в примерах можно умножить на такой подходящий фактор, что они сделаются целыми. – Ну, вещественными. – Вещественными, да. Честные и целыми. Ну, потому что квазиоднородные функции, чтобы эти числа были бы комплексные, это уж совсем какая-то экзотика. Их вообще построить-то не так просто. Если взять случайные, случайные комплексные вот эти веса D1, степени D1, D2, Dn, то таких квазиоднородных функций не очень даже много и бывает. Вот. Давайте поговорим о примерах. – Ну, это все означает, что в пространстве парламентра в год допускается только афинный замен и координат, да? – Пока да. Пока да. Потому что, на самом деле, пока что никакого настоящего многообразия. У нас теория многообразия здесь ни при чем. Пока у нас афинная структура. – Афинсированная. – Да. Вот. Потом, когда захочется делать нелинейные замены, а координат на этом многообразии, конечно, нам нужно как-то что-то усовершенствовать определение, так, чтобы оно... И тогда уже появится настоящее многообразие. Вот. Но пока давайте, давайте пока говорить о примерах. Прежде чем перейти к примерам, давайте я сделаю еще несколько замечаний. По поводу единицы. Е. Единица е, я напомню, означает, что е умножить на любой вектор а равно а. Так вот, если вы помните, когда я начинал только вводить уравнение ассоциативности, я там к списку алгебра скалярное произведение дописал еще единицу. Единица должна быть, но не просто она должна быть, она должна быть постоянной. постоянный вектор алгебры. И более того, я буду предполагать, что этот постоянный вектор совпадает с одним из базисных векторов, например, е1. Что это означает? Это означает, что оператор умножения е1 умножить на е, это есть е и. Как отсюда извлечь структурные константы? Ограничение на структурные константы. Но в самом деле, согласно нашему определению структурных константов, е1 умножить на е, это будет c1 и к е к. Сумма по к. В этой сумме по к отличия от нуля только один член, который здесь написан. Прикарованным i. И квестсент равен единице. Таким образом, единица, то, что е1 сопадает с единицей, означает, что вот такие структурные константы, у которых один из индексов равен единице, это есть кроникер дельта. Дельта и кате. И поэтому, если мы напишем вот е1 умножить на е и на ежитое, которая, как мы договаривались, есть третья производная, F по dv1 dv и t dv житое, это должно быть чему? Должно быть равно скалярного произведения е и т с е житое. А это есть это. То есть это есть постоянная матрица это. То есть на самом деле зависимость от переменной v1, она простая, потому что вот такие все производные делаются постоянными. Из этого вытекает, что по v1, ну уж по линому степени выше 3. И давайте уж начну совсем тривиального примера, учитывая это наблюдение. Пример номер 0. Настолько прост, что даже, может быть, не стоило его приводить. Ну вот давайте уж приведу. Давайте смотрим одномерный случай. Одномерную алгебру. Всего алгебра одномерна, в ней кроме единицы ничего и нет. А е1 равно е. Ну и таблица структурная констант тоже, хоть и индекса 3, но все равно все три индекса принимают значение 1. То есть таблица умножения в этой алгебре проще не бывает. Е1 может на е1 равно е1. Можно ли эту... То есть здесь никакой нет зависимости от параметров. Можно ли найти функцию f такую, чтобы структурные константы этой простой алгебры были бы тройными производными? Да, конечно, можно. f от v, функция одной переменной, 1 шестая, v в кубе. Если мы возьмем третье производное, от 1 шестой v в кубе мы, конечно, получим 1. d3f по dv в кубе. Потому что здесь равно единица. Более общо, конечно, мы получим очень много решений. Я буду называть их тривиальные, которые просто являются многочленами третьей степени по v. То есть взять любую фрабинисовую алгебру, взять набор ее структурных констант, которые ни от чего не зависят, и построить соответствующий кубический многочлен, у которого коэффициент равный структурным константам. Мы получим решение, и все. Конечно, это решение построить дело нехитрое. Мне будет интересно решение, которое в некотором смысле является нетривиальным. Так вот, давайте перейдем к более сложным примерам. Следующие по сложности. Сейчас еще одно наблюдение. По поводу замен координат, по поводу афинной структуры. Хоть у нас афинная структура фиксирована, но все-таки афинные замены координат можно делать. И при этом просто у нас будут структурные константы, матрица грамма будут подвергаться простым преобразованиям. У нас есть, правда, условия квазиоднородности, которые нам особенно большой свободы не дают. Ну, на самом деле, что можно делать? Фактически можно умножать ваито, цито, псито умножить на ваито. Можно делать только замены масштаба по каждой переменной. Ну, это тоже что-то. Так вот. Значит, к какому же виду можно привести? Давайте посмотрим на случай n равно 2. У нас тогда есть первый базисный вектор, это есть e, второй базисный вектор e2. Первое, о чем нужно позаботиться, это о матрице эта, матрице грамма. e1, 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 e2, e1, e2, e2. Давайте рассмотрим два случая. Первый случай я начну со случая, когда скалярный квадрат единицы равен нулю. Оказывается, этот случай даже является в каком-то смысле основным. В этом случае, конечно, e1, e2 должен быть отличен от нуля, иначе матрица получится вырожденной. И тогда можно модифицировать выбор базиса e2. e2, заменить на e2 минус лямбда e1. Позначим это e2 штрих. Так, чтобы e2 штрих, e2 штрих было бы равно нулю. Так, то есть здесь мы получим ноль. Давайте я сотру и напишу. Здесь ноль, согласно нашему предположению. Здесь ноль, потому что так мы подстроили второй базисный вектор. Ну и более того, можно растянуть второй базисный вектор, так чтобы здесь получилась единица. Такая матрица эта. Тогда то условие, которое вытекает из постоянства единицы, третья производная функция f по dv, dv1 в кубе равна единице, ээээ, равна, прошу прощения, эээ, равна нулю. d3f по dv1 в квадрате dv2. Понятно, почему равна нулю? Потому что условие, давайте я выпишу его здесь, d3f по dv1, 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 g, равно это и g. Это предположение, мы сейчас рассмотрим такой случай, когда квадрат е1 равен нулю. Вот, тогда это, поскольку мы предположили, что это 1,1 равно лю, то эта производная нулевая, а эта производная равна единице. Так, и кроме того, поскольку здесь 0, мы получаем d3f по dv1, dv2, квадрате тоже равно нулю. Так, и поэтому, на самом деле, нетрудно собравить, какой вид должна иметь функция f от двух переменных, которая подчиняется вот этим условиям. мы получаем, что f, вот v1, v2, имеет вид 1,2, v1 в квадрате v2, потому что здесь единица, плюс некая функция f маленькая, которая зависит только от v2. Какие же ограничения на функцию f маленькая от v2? Нужно посчитать структурную константу этой алгебры. Давайте посчитаем. Используя эту формулу, которую я сейчас стираю благополучно, значит, нужно посчитать таблицу умножения в этой алгебре. Давайте я нарисую e1, e2, e1, e2. e1 умножить e1, e1, e1 на e2 это e2, поскольку e1 единица, здесь тоже e2. Надо посчитать, чему равняется e2 в квадрате. e2 в квадрате, это есть по определению структурных константов c2, 2, 1, e1, плюс c2, 2, 2, e2. Теперь, значит, надо связать вот эти структурные константы с третьей производной нашей функции. Для этого заметим, что если посчитаем вот такое скалярное произведение, e2 в квадрате, с e2, должно быть верно третьей производной f по v2 в кубе. А теперь, если мы знаем, как устроены матрицы скалярных производных, скалярное произведение вот от этой комбинации с e2 равно c2, 2, 1. Значит, c2, 2, 1 должно быть верно этой третьей производной. И кроме того, e2 в квадрате с e1 это d3, f по dv, dv1, dv2 в квадрате. А это у нас что? Это у нас 0. С другой стороны, это скалярное произведение равно c2, 2 и 2 сверху. Потому что этого члена нет. А этот член, это есть третья производная функция f большое по v2. Сколько функция, вот первый кусок кубический зависит от v2 линейного, возникает только вот третий производной от этого члена. Будет таким образом f3 штриха от v2, функция одной переменной, умножить на e1. Такое, значит, закон умножения в этой алгебре. Вроде я ничего не потерял. Честно, почему vf не может быть, скажем, v1 на v2? Что? Почему vf в большом не может быть произведение v1 на v2? e1 на e2? v1, v2. Может быть, конечно, вы совершенно правы. Но нас интересует, собственно, не сама функция f, нас интересует и третья производная. Мы, конечно, всегда можем добавить к функции f без проблем любой квадратичный многочлен. От этого третья производная не изменится. Так что то, что я пишу, я уже считаю по умолчанию, что все такие тривиальные множители, которые не вносят вклады, я выкинул. Выкинул. То есть некий выбор представителя. Вот это моя алгебра. Значит, нужно написать здесь f3' от v2 умножить на e1. И видно, что здесь эта алгебра всегда будет ассоциативна. То есть в случае двумерном у нас никаких условий вообще не накладывается. То есть интересная... То есть теория начинается с размерности 3. Но, тем не менее, этот случай полезен, потому что... Я напомню, что нам еще нужно добавить условия квазиоднородности. Квазиоднородность. То есть нужно умножить v1, v2 на подходящие множители. Так, чтобы f тоже умножилось на некий множитель. Ну, давайте умножим. Что у нас получится? Давайте я сотру вот эту матрицу. Получится, значит, лямбда степени 2d1 плюс d2. Это на такой умножитель умножится первый член. То есть 1, 2, v1 в квадрате v2 плюс f от лямбда в степени d2 v2. Это должно быть лямбда степени df. f умножить на 1, 2, v1 в квадрате v2 сверху плюс f от v2. v2. Ну, отсюда нетрудно сообразить, что у нас нет особо большого выбора для функции f. Она должна быть v2 в какой-то степени. f от v2, это есть v2 в какой-то степени альфа. И тогда что у нас получится? Тогда у нас получится фактор перед первым множителем. Лямбда степени 2d1 плюс d2 должен быть равен фактору перед вторым множителем. Лямбда степени альфа d2 должно быть равен лямбда степени df. Вот, поскольку, как я уже говорил, все эти степени однородности определены источностью до общего множителя, или давайте я нормирую так, чтобы d1 было равно единице. Тогда лямбда степени 2 плюс d2 равняется лямбда степени альфа d2 равняется лямбда степени df. Альфа задана. Отсюда находим, что альфа минус 1d2 равняется двойке. То есть d2 равняется 2 делить на альфа минус 1. Здесь альфа не равна единице всегда, может быть, любым числом. Ну а df отсюда находится. df равно, чему там, равно 2 альфа делить на альфа минус 1. Ну вот здесь очень все простые вычисления. Я один раз их сделаю, а потом уже не буду вдаваться в детали. Более точно, если понятно, что как нужно здесь делать и для больших размерностей, я сразу напишу любое n. В этом случае... Мы посмотрели только один случай, когда скалярный квадрат едет. Да, только один случай, правильно. Потому что нужно расплатить другой случай, когда скалярный квадрат не 0. Как ни странно, этот случай является случаем необщего положения. То есть вот такие те решения, выравнения ассоциативности, которые отвечают скалярному квадрату единиц с единицей, отличным от нуля, а их гораздо меньше. Ну, знаете, я немножко отложу обсуждение этого, сделаю пока вот какое замечание. Пусть возьмем любое n. Допустим, снова скалярный квадрат единицы, е с е, который в наших обозначениях есть, это 1,1, равен нулю. Сейчас буду рассматривать пока что только такой случай. Это выглядит как некоторое дополнительное ограничение, но таковым, как ни странно, не является. В этом случае можно выбрать базис е1 равно единице, е2 и так далее, еn, такой, что такой, что матрица эта антидиагональна. И на побочной диагональной стоят единицы. Значит, первое, первое условие. Второе условие, то, что d1 отлично от нуля. степень той координаты, которая отвечает единица, отлично от нуля. Тогда можно нормировать d1, так что d1 равно единице. Вот из-за этой нормировки у меня будут появляться дробные степени однородности, квадрооднородности. Тогда из условия квадрооднородности вытекает вот что. Во-первых, тогда функция f от v1, v2, vn, пока еще без условия квадрооднородности, а только из-за этой нормировки, записывается в виде 1,2. v1 в квадрате vn плюс v1 умножить на сумму k от 2 до n-1 vk на v n-k плюс 1 плюс f маленькая, которая зависит только от v2 vn. В том примере, который здесь подробно разобрал, f маленькая зависла только одной переменной, v2, а здесь их будет n-1 переменных. Далее, значит, по поводу вот теперь квадрооднородности. я теперь введу обозначение. При такой нормировке весов квадрооднородности я обозначу степень однородности всей функции f обозначу несколько странно. Странным образом 3 минус d d без всякого индекса. есть определение величины d. Но опять же, мотивировка приходит из так называемых инвариантов Грома Виттона, когда d это есть комплексная размерность таргета. Окей. Более того, я определю числа qi, требуя, чтобы d это есть единица минус qi. Тогда, значит, в силу того, что d1 равно единице значит q1 это есть 0. И более того, имеет место следующая двойственность qi плюс qn минус i плюс 1 равно d. Давайте я оставлю эти простые подчисления, подобные тем, что я вот сделал в этом примере в качестве легкого упражнения. А теперь, используя эти результаты упражнения, давайте рассмотрим уже более интересный пример размерности 3. Я по-прежнему рассматриваю только тот случай, для которого скалярный квадрат единицы равен нулю. Трудно сказать, что мне как-то так неизвестно интересные примеры решения уравнения ассоциативности, где вот скалярный квадрат единицы не равен нулю. Так вот, в этом случае какая ситуация? У нас имеется три переменных. Три числа q1 равно нулю, q2 q3, мы должны выполняться условия первых q1 плюс q3 равно d следовательно q3 равно единица равно d более того, должны выполняться условия q2 плюс q2 равно тоже d значит q2 равняется d пополам и значит однородность для функции f должна быть такая f от лямбда в первой степени лямбда степени помните степень это единица минус q2 единица минус d пополам v2 лямбда единица минус d v3 равно лямбда степени 3 минус d f v1 v2 v3 функция f как это написано еще на правой доске функция трех переменных содержит тривиальную кубическую часть отвечающую вот этому и вот этому члену а именно 1 2 это я по-моему 1 2 потерял да прошу прощения здесь я потерял 1 2 v1 в квадрате v3 плюс 1 2 v1 v2 в квадрате плюс функция f маленькая v2 v3 теперь нужно написать таблицу умножения это уже чуть-чуть чуть-чуть более серьезное вычисление ну не бог весь какой нужно написать таблицу умножения в нашей алгебре в трехмерном пространстве с базисом e1 e2 e3 ну e1 единица нечего даже здесь и считать нужно поэтому сосчитать чему равняется e2 в квадрате e2 e3 e3 в квадрате ну матрица это нормировано так как там написано то есть 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 и поэтому если посчитать вот это умножение да давайте я перепрозначу функция f функция двух переменных x y икс и y чтобы не писать всегда v2 v3 не важно как все равно получится дифференциальное уравнение на вот на одну функцию f на функцию двух переменных получится вот что получится е2 в квадрате е2 давайте я напишу ответ потому пожалуйста ввиду того что доски маленькие я не буду делать впечатления на доске это очень просто Это if xxy e1 плюс fxxx e2 плюс e3. Одна строчка. Вторая строчка, e2 на e3, это будет fxy. Здесь это индексы, конечно, частные производные. То есть третья частная производная два раза по x, один раз по y. Вот здесь один раз по x, два раза по y. e1 плюс fxx e2. e3 в квадрате, это есть fyyy e1 плюс fxy e2. Вот наша таблица умножения. Первый вопрос, будет ли она ассоциативной алгебра с такими структурными константами? Ответ, вообще говоря, нет. Здесь же появляются нетривиальные условия на функцию f. А именно, должно в силу ассоциативности, должно быть выполнено такое, что e2 в квадрате умножить на e3, должно быть равно e2 умножить на e2 e3. Вот она ассоциативность. Если теперь мы подставим, раскроем скобки и так далее, получится следующее нелинейное уравнение в частных производных. fxx y в квадрате равно fyyy плюс fxx x, fxy y. Это наше уравнение. А кроме того, у нас должно еще выполняться условие квазооднородности, которое написано здесь. Оно написано для функции f большое. Но, конечно, оно должно выполняться и для функции f маленькая. То есть, что должно выполняться? f, значит, x мы умножим, x это в 2, на лямбда в степени 1 минус d пополам x. Лямбда в степени 1 минус dy должно быть равно лямбда в степени 3 минус d f от xy. Вот такая задача. Ну, уравнение частных производных при наложении такого условия сводится к обыкновенному дифференциальному уравнению. Это дело не хитрое. Нужно переписать, ввести подходящие переменные. И то уравнение, которое получается, так выглядит довольно громоздко. Я даже не буду его выписывать, не буду делать эту постановку. Но важно, что вот эта задача сводится к некому замечательному, хорошо известному в классической теории дифференциальных уравнений уравнению PLV6. То есть тем самым получается, что все трехмерные фрагменты с многообразием выражаются через некие специальные решения уравнения PLV6. То есть PLV6 есть параметр? Что PLV6? Да, принесли специальные значения. У нас тоже есть параметр. У нас параметр 1, b. А PLV6 4 параметра. То есть некоторое однопараметрическое подсемейство уравнение PLV6. Вот, значит, какие же... Ну, все-таки, я хотел бы, кроме такого общего утверждения, какие-то конкретные примеры. Пожалуй, я вот все-таки чуть-чуть более конкретные примеры для этого трехмерного случая сейчас вкратце расскажу. и некоторые из них я потом постараюсь чуть-чуть более развить. Конкретные примеры. Ну, давайте просто попробуем, так сказать, с нуля действовать. Мы ничего не знаем, никакой теории. Вот у нас есть уравнение D параметра. Попробуем найти решение. Как это можно делать? Ну, какой простейший класс решений? Простейший класс решений – это... Полиномы. То есть F маленькая, это полином. Какие-то полиномы мы уже знаем. Как я уже говорил, любой кубический полином, так что коэффициенты кубического полинома, структурная констата заданной фробениусовой алгебры, нам дают решение. Но это что-то уж очень совсем просто. А давайте попробуем найти решение, полиномы, которые не являются кубическими полиномами. Полиномы. Не кубические. Ну, как это можно делать? Ну, напишем вот F большой или F маленькая, достаточно F маленькая, F от X, Y, это есть сумма A и Ж, X, Y, 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 Y. То есть нужно найти вот эти коэффициенты. Подставляем уравнение ассоциативности. Вот оно у нас написано. Только одно. Других уравнений нет, случайно, внутри. Это первое упражнение, которое я когда-то проделал, которое я начинал. Ну, во-первых, заметим, что полином должен подчиняться вот условию квазиоднородности. Так. Допустим, допустим, число D, оно положительно. И более того, между нулем и единицей. Тогда у нас все степени 1-D пополам, 1-D, 3-D, все числа положительные. Так. Если мы теперь напишем условия квазиоднородности, что мы получим? X умножим на лямбда в степени 1-D пополам. X, Y умножим на лямбда в степени 1-D, Y. У нас маном X в степени I, Y в степени Y умножится умножится на лямбда в степени, что-то вроде I плюс G минус D, и пополам, и пополам, что там у нас, плюс G. Ну и в силу квазиоднородности, да, умножить X, Y, J, J, Ну и квазиоднородность нам говорит, что вот этот множитель должен быть равен лямбда в степени 1-D умножить на X, Y, J, то есть у нас квазиоднородность должна быть для каждого манома. Только 3 минус D, да? 3 минус D, да, спасибо, 3 минус D. 3 минус D. Ну вот то есть у нас вот индексы I и J должны, I и J должны подчиняться вот такому условию. Ну вот I плюс G минус D, I пополам плюс G равняется 3 минус D. Ну то есть поскольку у нас вот эти, оба эти вот числа, оба показателя положительные, и индексы I и J тоже не отрицательны, ясно, что у меня есть только конечное число целых не отрицательных чисел I и J, которые дают решение. То есть хочу сказать, что сразу мы видим, что у нас в этом полиноме может быть никаких рядов здесь не может возникаться, только конечное число членов и с весьма предписанными степенями. Ну дальше можно аккуратно взять, сесть и проанализировать, какие же здесь есть возможности. Ну и оказывается, что здесь можно все такие кубические полиномы просто явно найти. Вот давайте я сейчас напишу ответ. И потом, поскольку это упражнение, несмотря на простоту, было важным отторным моментом для понимания связи между фрабинами и многобразиями и группами Кокстера, список полиномиальных, ну не тривиальных, то есть не кубических. решение при n равно 3, d между нулем и единицей. Значит, имеется три таких решения. Первое. f равно, ну, начало всегда одинаковое, в один квадрат, в три. Давайте я в конкретных формулах не буду особенно заботиться о верхних и нижних индексах, потому что никакого суммирования здесь уже не будет. v1, v2, квадрат пополам, плюс v2 в квадрате, v3 в квадрате, делить на 4, плюс v3 в пятой, делить на 60. второе. f, ну, то же самое начало, плюс v2 в кубе, v3 на 6, плюс v2 в квадрате, v3 в кубе, делить на 6, плюс v3 в седьмое, делить на 210. третий. Третье. Начало опять стандартный кубический член, плюс v2 в кубе, v3 в квадрате, 6, делить на 6, плюс v2 в квадрате, v3 в пятой, делить на 20, плюс v3, 11 делить на 3960. Здесь важны не коэффициенты, а важны степени. Я делал, когда я это замесил, делал где-то доклад, вот Арнольд сделал вот какое наблюдение, что вот эти степени, эти 5, 7, 11, можно записать так, 5 равно 4 плюс 1, 7 равно 6 плюс 1, а 11, это есть 10 плюс 1. А вот эти 4 числа, 4, 6 и 10. Это очень важные числа, которые в геометрии трехмерном пространстве. А именно в трехмерном пространстве имеется, как вы знаете, 5 типов правильных многогранников, но группы симметрии, у них только 3. Группа симметрии, правильно, тетра ядра, куба и экоса ядра. Ну что, у Д-Д-Кайдера та же, что икоса ядра, у Куба та же самая, что октайдра. И вот для каждой этой группы есть так называемые число Кокстера. И вот эти они и есть. Число Кокстера, группы симметрии, тетра ядра, группы симметрии, куба и группы симметрии экоса ядра. Я в своих лекциях постараюсь объяснить, почему эти числа возникают в теории Фромеево-Сыпной Брази. Вот, это первый пример. Не знаю, сколько у меня есть, у меня еще минут пять. Да. Хорошо. Вот, следующий пример, который был, это наблюдение Концевича и Манина, который уже относится к теории рациональных кривых на противной плоскости. Значит, обозначу НК, НСНСНК, число рациональных кривых в степени К. Значит, на противной плоскости, на ЦП2, проходящих через 3К-1 точки общего положения. Например, если К равно 1, что такое рациональные кривые в степени Е1? Просто прямая. А 3К-1 равно 2. Ну, прямая, через 2 точки общего положения, то есть, когда они не совпадают, проходит единственная прямая. То есть, Н1 равно 1. Что такое Н2? При Карм 2 рациональная кривая в степени 2 – это коника. 3К-1 – это 5. Опять же, известно, что через 5 точек общего положения на плоскость проходит единственная коника. Поэтому Н2 тоже равно единице. А вот, чтобы посчитать число кубик, что рациональных кубик, проходящих через 8 точек, это уже более хитро. Оказывается, что Н3 уже равно 12. Дальше эти коэффициенты довольно быстро растут, их сложно сосчитать. Так вот, наблюдение Концевича и Манни заключается вот в чем. Что если мы построим, возьмем такой функции, В1, В2, В3, то самое стандартное начало В1 в квадрате В3, В1, В2 в квадрате пополам, плюс следующее, здесь уже будет не полено, а бесконечный ряд. К от единицы до бесконечности, НКТ, те самые числа НКТ, делить на 3К-1 факториал, В3 в степени 3К-1 умножить на Е1К В2, то вот такой ряд удовлетворяет уравнение ассоциативности. То, что он удовлетворяет, это некая глубокая теорема, которая вытекает из изучения топологии пространства стабильных кривых со значением ВЦП2. Но результат этой теоремы может быть использован чисто практически, чтобы считать эти числа. Более того, достаточно знать лишь теорему о том, что одна единственная прямая проходит через две точки, аксиому, точнее говоря, в то, что Н1 равно 1. То есть мы пишем вот такой ряд, полагаем Н1 равно 1, поставляем в уравнение ассоциативности. Оказывается, осудно рекуррентным можно посчитать все эти числа. То есть доказать, что Н2 равно 1, Н3 равно 12 и так далее. Они однозначно определены. Кстати говоря, до сих пор я упоминал о том, что любое решение уравнения ассоциативности, на самом деле, в размерности 3, выражается через некие специальные решения уравнения пенливые 6. Уравнения типа пенливые появились в литературе, поскольку их решение, их общее решение, для него выполняются некие хорошие аналитические свойства. Это раз. Два, это то, что эти решения, как правило, являются новыми трансцендентными функциями. Они не выражаются ни через эллиптические, ни через функции Бейселя и так далее, гиперогеметрические, ничего. Но некоторые специальные решения, да, выражаются, могут выражаться. Но про это решение до сих пор неизвестно. Выражается оно или через какие-то классические специальные функции, или это действительно новая специальная функция, вот произведящая функция чисел рациональных кривых, новая специальная функция, которая должна отдельно... До сих пор мы не знаем, например, какой радиус ходимости. Есть некие численные оценки для радиуса сходимости вот этого ряда. До сих пор не вычислен. Ну, пожалуй, вот здесь вот я остановлюсь. А завтра уже перейдем к более систематическому изложению теории.